Всем привет дорогие зрители, с вами мистер Шпилкес. Сегодня мы откроем на канале новую рубрику, называться она будет под пристальным взглядом. Но если говорить точнее, это не совсем новая рубрика, скорее переосмысление старой давно забытой рубрики Первый взгляд. В эту рубрику будут попадать разные интересные мне игры, которые я хотел бы показать вам, а также игры, ключи от которых мне присылают разработчики, либо игры, предложенные вами, которые мне показались интересными. Главная задача этой рубрики просто показать вам игру в одном-двух видео, что-то вроде летсплей обзоров, но без полноценного прохождения. В основном это будут новинки, игры из раннего доступа или игры, которые еще не вышли, но не исключено, что в этой рубрике также могут появляться и старые игры. Важный момент, друзья, полноценное прохождение игры из этой рубрики получат только в том случае, если очень вам понравится, и видео по ним будут набирать достаточное количество просмотров. Сегодня в рубрике под пристальным взглядом мы посмотрим на игру Reptiles and Hunt, где мы столкнемся с опасными динозаврами, которые заполонили уничтоженный мир. Мы будем охотиться, исследовать руины старого мира, добывать ресурсы, создавать новое оружие и экипировку, сражаться с гигантскими ящерами и опасными рептилоидами, которые уничтожили человеческую цивилизацию. Эта игра совмещает в себе лучшие стороны симуляторов выживания и экшен-игр. Собирайте необходимые ресурсы повсюду, свяжуйте динозавров и погружайтесь в водоемы в поисках уникальных предметов. Используйте дрона, чтобы узнавать о местонахождении динозавров. Исследуйте темные опасные туннели метро ради уникальной добычи и все это с видом от третьего лица. Согласитесь, очень интригующее и красочное описание игры от разработчиков. Ну что ж, друзья, давайте переместимся на 200 лет вперед и посмотрим, как изменился наш мир. Откуда взялись рептилоиды? Миллионы лет назад нашей планетой правили динозавры. Рептилоиды пришли на нашу планету для охоты на них. После падения метеорита динозавров не стало. Тогда зачем они пришли к нам, раз у них был свой дом? Видишь ли, сынок, у судьбы есть свое чувство юмора. Их планета тоже была уничтожена метеоритом, им пришлось сбежать оттуда. Теперь они живут среди нас, не переживай. Их не видели уже более сотни лет. Трикератопс 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 В этом году мы не знаем, что б Archipelus Добро пожаловать в мир будущего, друзья! За 200 лет наша планета изменилась до неузнаваемости. Инопланетная раса рептилоидов захватила ее, практически полностью истребила людей и развела здесь динозавров. Эпоха юрского периода в полном разгаре. Ну а потомки древних людей скатились практически в каменную эру. Стрелы, лук, какие-то обрывки одежды, но при этом какие-то зачатки технологий у них все-таки остались. Мы можем видеть дрон-разведчику нашего главного героя Лиоса. Они вместе со своим сыном вышли на охоту на Трицератопса. Ну что ж, давайте посмотрим, что будет дальше. Смотри, еще один путь в луке. Стрелый. Он идет так же. Игра периодически будет давать нам подсказки на русском языке. Очень удобно читать, спасибо. Но я думаю, что разработчики в этот момент, конечно же, поправят. А вот, собственно, и тот самый Трицератопс, на которого охотятся Лиос и Аурик. Смотри, древняя машина. Это машина. Может быть, я узнаю что-то полезное. Древняя машина, друзья, интересно, да? А у нас такие за окном катаются. А где-то они уже считаются древними. Давайте немного осмотрим этот мир. Да, на самом деле можно ворваться к этим аистам и всех их, этого того. Использовать, так скажем, в пищу. И добыть с них что-нибудь. Давайте посмотрим, что добывается, например. Добывается перья и добывается мясо. Отлично. Вообще, картиночка очень приятная, честно вам скажу. Вообще, претензий к графике нет. Да, понятно, что это не Next Gen какой-то. Ничего здесь сверхъестественного нет. Но в то же время она очень приятная картинка. Я заметил, несмотря на то, что здесь намешано все подряд и рептилоиды, и динозавры, и постапокалипсис. Вы знаете, в целом меня игра затянула. Я поймал себя на мысли, что я хочу идти дальше. Я хочу проходить дальше, смотреть, что будет. Здесь есть сюжет, здесь есть кат-сцена, друзья. Какая-то интрига там, да? Все это с вами мы сейчас увидим буквально через мгновение. Давайте для начала еще изучим, что у нас имеется. Какой у нас интерфейс. У нас есть меню быстрого доступа. Очень похоже на меню быстрого доступа из Days Gone. Тоже здесь можно крафтить и использовать. Прямо отсюда же. Очень полезная штука. Давайте посмотрим на наш инвентарь. Закроем подсказку. Инвентарь тоже достаточно разнообразный. Здесь есть закладка с ресурсами. И посмотрите, друзья, какое количество ресурсов имеется в этой игре. Вроде бы немного, да? Но в то же время и предостаточно. Несколько десятков видов разных ресурсов имеются у нас с вами. Здесь всякого рода экипировка. Мачете, лук. Причем мачете, они, как я понимаю, только мачете. Со временем становятся только лучше, но при этом сохраняют свой тип мачете, тип оружия, да? Здесь у нас есть луки разные. Древний, базовый и профессиональный. Духовые трубки. Здесь можно крафтить еще дротики с усыпляющим, видимо, там каким-то веществом, да? Ядовитые и так далее. Вот снотворный дротик, дротик с ядом. Интересно. Есть у нас закладка с едой и эликсирами. Здесь тоже можно крафтить очень много всяких штук. И что-то вроде бы брони, так скажем, да? Вот такие повязочки всякие разные на плечо, перчатка. И аккумуляторы. Аккумуляторы можно собирать, использовать и заряжать дрон-разведчик. Вот что мне удалось выяснить, пока я немножко здесь побегал за кадром, посмотрел на эту игру. Чтобы рубить мачете, используйте левую мышку. Ладно, в принципе, я это все знаю, поэтому давайте попробуем. Смотрите, динозавры запрыгивают прямо на грудь нашего главного героя. Их нужно сбрасывать с себя. Но также можно пострелять еще из лука. Но для этого желательно, конечно, попадать. А если ты не попал, то динозавр на тебя запрыгнет. И будет тебя подкусывать. Потихонечку. Ну, боевка, конечно, эпичная, друзья. Ничего не скажешь. Машет наш главный герой очень красиво. Это не какой-то там офисный клерк, да? Это будущий Тарзан, так скажем. Потому что древним Тарзаном его назвать сложно. Все-таки он в будущем находится. При этом экипировка у него, конечно же, как у древних людей. Но мачете, дрон, все-таки намекают на то, что да. Либо они это где-то находят, либо они научились это производить. Что, конечно, вряд ли. Судя по тому, что одежда на них минимум. Одежду они мне научились производить. Ну что ж, давайте посмотрим, что будет дальше. Как дальше будут развиваться события. Сейчас произойдет кое-что интересное. Я вижу его. Мы должны идти подниматься. I will do that. I have to shoot at a very precise angle. What the hell? What is that? Oh my God! Reptilians! Keep your distance, Arik. Humans. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 нужно я уже примерно разобрался что здесь стоит тратить а что не стоит чтобы залечивать ран и щите лекарственные растения да да все верно давайте попробуем трилобита добыть если это он но похож по крайней мере мы получим хитиновый медальон до эти новый токен я пробовал сражаться с этим рэксом он убивает и его убить либо невозможно либо очень долго но он убивает нашего главного героя и вот здесь он предлагает спрятаться ракс а я хочу чинство мощно выглядит конечно здорово я его обходил другой дорогой здесь можно прятаться давайте покажу как это выглядит с вами заходим в куст и нет не в этот давайте зайдем следующий и наш главный герой приобретает такой прозрачный внешний вид не знаю как это объясняется может быть просто схематично показано что мы вошли в этот куст вообще в игре вот по чуть-чуть угадывается все отец и сын такие разукрашенные оба бойца крутых это у нас конечно же году флорда далее сбор ресурсов очень похож на грин хелл динозавры это arc survival ну как бы не обязательно arc survival много игр про динозавров есть да давайте еще немного исследуем этот берег потому что ресурсы есть ресурсы надо подсобрать и вот здесь вот чуть дальше если пройтись будут бочки которых будет лежать масло или горючее что-то такое для того чтобы производить стрелы со взрывчаткой на конце очень полезная штука в дальнейшем нам пригодится давайте сейчас здесь все исследуем осмотрим да вот можно видеть в руинах здесь в мусоре во всяком лежат знакомые нам всякие предметы до канистры кирпичи и так далее а вот здесь мы находим до топлива или масло я не знаю как это точно называется давайте посмотрим с вами в инвентаре как это правильно называется ресурсы да называется это масло ресурсов конечно половину из этого я даже не видел если честно хотя побегал я так наверное часик плотненько герой наш дерется конечно как я не это убить его очень сложно я помню даже так и не умер за всю игру а нет умер когда пробовал вот этого рекса с ним пободаться это было неправильное решение потому что он убивает а так в основном даже те же рапторы которых мы здесь встретим они не особо способны причинить какой-то вред нашему главному герою так и далее собственно как же нам восстановить здоровье то есть целебное растение нам нужно данном бы желательно сейчас восстановить здоровье здесь вроде как есть кокос да но кокоса желательно оставлять это очень полезная штука для того чтобы делать вот такие вот взрывные взрывающиеся стрелы очень нужная вещь потому что есть механика 1 в игре когда только через них мы с вами можем кое-что сделать чуть позже я вам расскажу так бананов нас нет кокос мы оставим давайте мясо используем мясо 50 к здоровью дает я не помню сколько 50 это в нашей полоске а то есть мы два раза съели и это даже не full хорошо главное что мы восстановили отнятое здоровье посмотрим еще немного и если здесь возможность куда-то забраться нет нельзя тогда пойдемте дальше можем залезть вот сюда наверное да давайте попробуем анимации такие все друзья вот видно что это такая поделка как бы не очень качественная то ли может быть студия там не не богатая так скажем который эту игру сделала то ли не знаю что но как бы все достаточно такой топорно выглядит боевка там с какими-то вот такими полосами да все такое прям крутое при этом анимации взаимодействия там с окружающим миром ну совершенно какие-то деревянные так скажем но в то же время вообще в игре нет ощущения что вот она вызывает в тебе какую-то гарь там отвращение или еще что-то подобное совершенно не единого такого ощущения не испытал я поймал себе на мысль что мне интересно продолжать в нее играть так там пройти нельзя нет а ну мы получается просто обошли по кругу но то что мы собрали кучу кокосов это очень важный момент и наконец-то нашли нашли мы с вами целебное растение было наше единственное здание ну что же давайте запустим нашего первого дрона но смысле нашего единственного дрона но запустим его первый раз как это происходит вот так вот дрон взлетает и сверху он нам не знаю уж каким образом но подсвечивать все вот эти штуки то ли передает прямо в мозг информацию но подсвечивает он много чего много чего полезного и места вот со знаком вопроса которые желательно бы изучить так а у нас по ходу проблемы да уже небольшие а ну давайте постреляем немножко из так засел один очень сложно привыкнуть пока еще к стрельбе потому что тут нужно брать упреждение перекрестие имеется только у лука да у мечей точнее мачет нет никакого перекрестия приходится так самому там пытаться понимать где этот радиус поражения но это опять же все это несложно все это не но все это достаточно просто единственный момент что во время боя герой по моему не двигается то есть если ты будешь махать пинжалами да вот даже я зажимаю кнопку он пока не отмашет полный там свой круг вот этот анимационный да он даже ни на шаг не перед не приблизиться к своей цели то есть начал махать заранее соответственно пока ты не пройдешь полную анимацию ты как бы не попадешь ни по кому если в итоге не достал так посмотрим что у нас здесь аккумулятор пригодится он нам нужен для того чтобы перезаряжать наш дрон вот у нас есть знак вопроса там а здесь какой-то фургончик еще пока такие довольно-таки узкие коридорчики здесь но сейчас мы выйдем на более менее интересное просторное место да здесь уже смотрите это забор разорванный видимо динозавры и здесь тоже до потрудились а что-то мы с нашли один из пяти то ли он это автоматически подобрал то ли это где-то засчиталось вроде бы ничего я не вижу и ни с чем особо взаимодействовать нельзя ну что ж пойдемте дальше вот бамбук например очень графика похоже на грин хелл местами прям очень сильно похоже и это неплохо потому что в грин хелл действительно классная приятная графика так а мы видим еще одного динозаврика давайте попробуем его подстрелить если у нас то получится но на ходу здесь вообще анриал попасть я пытался только стрелы улетают в молоко причем стрелы не поднимаются обратно истратили стрелу и как бы все забудьте поднять ее уже не получится но зато здесь много видов стрел разных да вот опять промахнулся потому что хотел чуть повыше взять а по факту нужно было нет нужно было наоборот понише так мы попробуем сейчас все равно здесь можно уворачиваться да давайте попробуем это сделать сейчас мы вымылим на себя динозаврика вот то маленького а он отбегает сверху да из принципе смотрите вот он нацеливается а мы можем утонуться и вот так вот сделать красиво где-то еще один бегает я помню не знаю зачем нужны целебные растения потому что мясом здесь элементарно восстанавливать отнятое здоровье и выносливость очень все это делается просто пару кусочков мяса пол полоски здоровья восстанавливают ухты 6 дрон обнаружил следы аурика найдите его хорошо блин такой звук был стремный жесть вообще желательно тут исследовать всякие закололки потому что видите в одном из них мы с вами что-то нашли что-то но игра не дала нам прочитать что это такое было по корням можно карабкаться хорошо нажмите на клавишу е так мы с вами сейчас и сделаем светофор классно сделано на самом деле вот это вот древний мир динозавров и всякие наши там до машины постройки наши технологии наша архитектура интересно собственно эта стилистика наверное меня и пленила большинстве случаев потому что динозавры как бы динозаврами для этого и арк сурвайвал есть а вот наверное да аурика след да он пошел этой дорогой хорошо что же друзья приготовьте сейчас будет интересный бой и первый большой динозавр по-настоящему огромный спина он не даст мне пройти вон он спинозавр друзья он действительно гигантский огромный поэтому нам бы желательно сейчас с вами накрафтить себе взрывных стрел у него очень много здоровья и в принципе он может убить нашего главного героя поэтому давайте мы сейчас с вами что-нибудь придумаем на берег съедим кусочек мяса посмотрим сколько это здоровье она принципе нормально так хорошо на тогда давайте касаемо стрел а смотрите нет взрывающийся вот она взрывающийся давайте изготовим три таких стрелы только лишь можем сделать но этого тоже будет вполне достаточно сохраняемся сейчас перед боем и еще немного исследуем здесь окружение может что-то найдется интересное так поставим сразу взрывные стрелы вот они неплохо бы еще масло найти еще под крафте стрел потому что вроде спинозавра не сложно попасть но при этом ему по-моему трех не хватит возможно мы с вами будем его добивать соберем максимальное количество всех ресурсов и еще раз пересохранимся чтобы потом это все заново не собирать если вдруг спинозавр закончит наш путь здесь и сейчас по идее не должен но там кто его знает если спинозавр ранен можно запрыгнуть него чтобы нанести смертельные удары и на самом деле друзья это мега эпично выглядит я сейчас вам попробую показать 6 вот вот о чем я говорил промахиваться вообще нельзя так давайте поменяем стрелы а у нас чтоб больше нет стрел что нет есть подожди а почему не воздухе повисли ну да наверное потому что так что это игра черт возьми смотрите прокусил меня гад такой опять что ли да ладно дай-ка я тебя тоже коль ты такой умник а смотрите да немножко все таки досталось нашему главному герою интересно мы можем здесь игра останавливается во время вот этого всего дела да давайте мясо подведем 4 даже пожалуй можно было бы даже еще а и давайте наверное накрафтим стрел себе кстати он очень здорово ломать здесь окружение это тоже эпично выглядит он залетает прямо сюда и начинает все крушить ломать да вот смотрите как он лихо да все топчет так нам бы желательно подкрафтить стрел себе нужно отойти на небольшое расстояние от него а желательно бы на большое смотрите какой лихо догоняет до постоянно так подожди подожди костяная стрела да давай побольше побольше да иногда не не получается попасть к чему-то а вот смотрите появилась запрыгнуть да прикольная штука смотрите и прям его режем ножом причем по вообще не мыслимо там по 4 по 5 тысяч урона вылетает я не знаю что за прикол такой очень круто это выглядит конечно и в итоге мы добываем первого спинозавра ну вот жалко что нельзя назад вернуть хотя бы те стрелы которые не взорвались давайте немного осмотрим местность потому что здесь есть еще что собрать на что посмотреть но вот из-за того что анимации все такие топорные какие-то деревянные бой выглядит как я не знаю как будто два буратино каких-то дерутся если честно вроде бы спинозавр это очень опасное существо да при этом ну при должность норовки можно запросто его здесь завалить наверное может быть даже и вовсе не получив урона так мы нашли какие-то новые клинки которые участвуют здесь в крафте новых мачете мне это кажется аккумулятор хорошо о бананчики отлично бананчики нам восстановит здоровье и выносливость потраченную здесь есть что-нибудь нет вроде бы все при этом почему-то да уже во время боя у него там и ребра начали появляться опасная тварь конечно смотрится жутковато давайте наверно восстановим здоровье мясом и можно даже наверное бананами да а бананы что дают до 22 давайте еще наверное а а даже можно и еще вот отлично все так и давайте сохранимся стоп 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 что-то было палочки для стрел нужны вообще ничего не нужно пропускать потому что объем ресурсов который может нести главный герой он достаточно большой и желательно бы нам ничего не пропускать потому что стрелы здесь крафтится по многу причем их много разных видов как минимум 3-4 вида стрел и на все нужны на все нужны палочки а вот здесь как раз таки поработали те самые рептилоиды и убили вот уже потомков древних людей видимо таких же как нашли ос и нам предлагается устранить скрытно этих двух рептилоидов ну что же давайте попробуем правда после того как герой собирает что-то земли он почему-то автоматически встает так хорошо вот нет без них сейчас забрать на какие-то вещи но с них ничего совершенно получить нельзя и это черт возьми плохо потому что они смотрите в этом броне она бы я думаю пригодилась даже если не по размеру так вот они мелкие уже засранцы а по хорошо и еще один остается ладно пускай бегать сейчас мы и до него доберемся а их нужно свежевать обязательно потому что с них падает мясо который в итоге лечит нашего главного героя смотрите залез на меня гад а ну-ка пошел отсюда и все получается музыка тревожная закончилась значит что мы победили да но не везде можно пройти к сожалению не везде можно полазить хорошо что ресурсы вот заранее подсвечены немножко таким значком характерным да смотрите-ка еще рептилоиды и в итоге свой же их перебил да то есть здесь как-то два вида рептилоидов есть одни в броне с какими-то силовыми копьями непонятными и одни совершенно голые а все таки что-то из них иногда выпадает это хорошо причем чего-то 5 так а здесь старый разрушенный дом древние руины сейчас мы обязательно все исследуем потому что здесь есть куча полезных ресурсов как говорится ванну в каждую комнату до ванну в каждый дом но здесь в ванну в каждую комнату жители этого дома наверное по такому принципу до делали а бомба не взорвалась дэмска took reptilians thousands of years to become powerful they control all the countries of the world when the time came there's thousands of bombs to kill us this is the story told you so many times where are you вот видите как все было да то есть они копили силу и в итоге уничтожили потом человечество разбомбили просто так хорошо здесь есть что-нибудь да есть перья что у нас со стрелами давайте посмотрим а какие по ресурсам интересно выгоднее крафтить вот еще костяных наверное сделаем да пока что эти не можем еще и давайте немного вот таких перья мы сейчас с вами если что на фарме и вот это собственно место друзья про которые вам рассказывал огромный самолет из крейс я крейс осами но это не пассажирский похоже на какой-то транспортник давайте немного наверное да по добываем мясо так оно нам пригодится благо что вот эти вот аисты они сюда прилетают постоянно можно прям стоять на одном месте никуда вообще не уходить плюс них падают еще и перья так а вот все-таки цепанул да еще кого-то цепанул хорошо так здесь ничего идем дальше по моему где-то можно нырнуть давайте кстати запустим дрона пустам подсветит эту область мы хотя бы будем знать где что-то есть интересное да вот смотрите уже внизу здесь можно нырнуть да можно туда наверх сходить хорошо но друзья нам желательно бы разобраться с рапторами и здесь есть несколько штук они тоже не сложные противники но так каких нам стрел интересно нас 10 тех 10 тех а как они выглядят как понять какая какая стрела у ладошь по урону поймем я думаю на 329 рапторы совершенно не реагирует смотрите на урон а вот это уже поинтереснее стрела однозначно это скорее всего есть так а стеная хорошо один раптор повержен со вторым сейчас в ближнем бою будем драться и добываем зуб раптора его клык он участвует здесь в крафте небольшой брони и даже есть добивающие здесь удары такие анимированные прикольно и по моему еще один raptor тут имеется а нам нужно найти масло потому что есть здесь штуки которые нужно нам с вами сбивать будет при помощи да как раз таки этого масла так слышит разговоры рептилоидов хорошо но нам еще нужно изучить это место немного здесь побегать здесь есть еще на что посмотрите что пособирать хорошо за три выстрела добываем еще одного raptor а вот этот ящик друзья нам нужно будет сбить но сбить его желательно даже не желательно а единственная только стрелой можно взрывающийся иначе просто по-другому никак я пробовал стрелять обычными стрелами урона там не наносится никакого хорошо хорошо давайте наверно скрафтим себе одну такую стрелу и собьем да вот этот ящик интересно что в нем лежит взрывы конечно мега эпичные я не знаю что там внутри этой бомбы но взрывается черт возьми красиво а здесь как раз таки смотрите да лежит тоже масло интересно можно ли взорвать ворота давайте попробуем нет нет ворота не взрываются хорошо будем сейчас исследовать эту область потому что есть еще здесь интересные места на самолет я залазил но как то там вроде бы ничего такого на нем нет но если с него упасть друзья герой разбивается насмерть это конечно странно он такой крутой весь тренированный тарзан и при этом просто падая с крыла я даже по-моему думаю что с вот этого расстояние не отсюда я по-моему как-то вот отсюда вроде бы упал и банда все готово ушел на чекпоинт там у нас и чего и давайте с вами по крылу заберемся выше туда на гору сейчас вот здесь еще пробежимся что-то здесь было такое интересное да связочка бананом хорошо а нет здесь залезть нельзя так хорошо какие-то детали еще немного масла здесь у нас есть контейнер но честно говоря мне вообще непонятно зачем этот контейнер здесь нужен если по машине в принципе залезается элементарно я по крайней мере вот сюда по вот этой машине залезал спокойно почему-то сейчас уже не могу а вот нет все таки получилось контейнер нужен для того чтобы забрать вот эту оригами их всего то ли 10 на игру то ли как-то там я не знаю то ли 10 может нести наш главный герой но мы взрываем одной из бомб падает вниз сюда вот этот контейнер его можно двигать и по нему можно залезать да вот смотрите подсказывает нам игра но зачем это нужно я честно говоря так и не понял я уже в этом месте был пытался уже вникать понимать этот ящик довольно тяжелый но внутри самого ящика ничего не будет то есть он не ломается и не разбивается а здесь смотрите красавцы какие с ними нельзя не воевать не драться я пробовал даже спрыгнуть вниз но герой сразу же разбивается но зато можно на них немножко полюбоваться и огромные гиганты в общем то все зачем нам сюда нужно ну давайте вот я собью этот ящик для тех возможно кому прям очень интересно посмотреть зачем это нужно ну вот собственно вот за этим друзья и ящики а таскать толкать это пригодится чтобы попасть недоступные места какие недоступные места здесь кроме как вот этой оригами я чё-то так и не понял если честно может быть можно как-то перебраться туда например давайте попробуем я пробовал их тут таскать этот ящик туда не запрыгивается например чтобы может быть как-то вон там пройти туда не залезается я пробовал друзья как говорится ларчик просто открывался ну как и просто и сложно одновременно подище до этого додумайся что тебе через всю локацию нужно будет тащить вот этот гигантский железный ящик но да друзья так это и есть на самом деле сейчас смотрите что произойдет дальше когда мы с вами дотащим вы представляете какой здесь математический расчет был просто как все прям совпало идеально чтобы ящик тяжелый еще и ворота проломил который бомба не берет да в итоге мы с вами до открываем ворота и попадаем в очередное интересное местечко так нам предлагает устранить их скрытно но друзья на этом моменте мы с вами остановимся наверное следующей серии мы продолжим еще немножко поищем аурика посмотрим еще немного на эту игру что нас ждет впереди но друзья опять же напоминаю что эта игра будет у нас в рубрике под пристальным взглядом а это значит что полноценного прохождения может и не быть друзья это все зависит конечно же от вас на этом мы с вами закончим сегодняшнюю серию спасибо что посмотрели это видео если вам оно понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал комментарий обязательно пишите советы предложения пожелания увидимся следующей серии пока пока